В России много организаций, которые в это непростое время оказывают помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Марфа-Мариинская обитель – одно из таких мест с большими благотворительными традициями. Сегодняшние проекты монастыря отвечают нуждам нашего времени. Уже не один год в обитель работает группа работы с просителями о том, какую помощь оказывают нуждающимся в сюжете Галины Ледвиной. Марфа-Мариинская обитель известна почти всем. В 1907 году ее основала Великая княгиня Елизавета Федоровна Романова, впоследствии причисленная Русской Церковью к лику святых. Жившие в обители сестры оказывали благотворительную и медицинскую помощь всем нуждающимся и обездоленным. Воспитывали девочек в приюте, служили в больнице и амбулатории. Заложенные Елизаветой Федоровной традиции милосердия и сегодня продолжаются в стенах восстановленные более 10 лет назад обители. Здесь помогают многодетным семьям и одиноким пожилым людям. Уже в возрасте они не могут себя сами обеспечивать всем необходимым, потому что пенсия у некоторых маленькая. И им на все не хватает, потому что, допустим, и вот лекарства купить, и за квартиру заплатить, и на еду остается уже очень мало. Также одинокие мамочки с детьми. Им тоже очень сложно приходится, особенно в нынешней ситуации. Некоторые теряют работу. Не остаются без поддержки одинокие родители, а также те, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Подопечные проекта регулярно получают средства гигиены и лекарства, но в основном помогают продуктами. Наборы простые, но позволяют прожить трудные дни. Набор состоит из сухих, долгого хранения продуктов, крупы, растительное масло, сахар, чай, что-то сладенькое к чаю, макарончики, баночку тушенки и баночка рыбы. Мало имущим семьям, те, кто плоховато, тяжело им живется, это тоже такое подспорье, чтобы дожить до пенсии, допустим, бабушкам, пенсионерам, или семье зарплаты. В день приходит около 50 человек. Ежемесячно проект поддерживает почти 800 семей. Выдают не только помощь. Сотрудникам приходится быть психологами. Люди делятся бедой и иногда человека нужно выслушать. Девочки здесь обслуживающие всегда вежливые, обходительные. Что нужно, помогут. Даже из медикаментов они дадут что-то по-мелкому. Я им очень благодарна. Это очень нужная помощь ваша. Спасибо вам большое. Сотни писем с просьбой о помощи в группу приходят каждый месяц со всей России и стран СНГ. Чтобы ежедневно поддерживать просителей, нужно пополнять запасы. Очень нужна помощь волонтеров. Своих сил не хватает. Нужно отвозить, допустим, вот у нас есть еще одно направление, когда люди не могут сами к нам приехать в силу здоровья. Как правило, это люди с инвалидностью или пожилые бабушки и дедушки. И нужно отвезти продуктовый набор и какие-то средства гигиены к ним домой. И вот для такой работы нам нужны, конечно, волонтеры. Помощников ждут в Марфо-Мариинской обители на улице Большая Ордынка, 34. Сюда же можно привезти помощь или заказать доставку. Список необходимого на сайте милосердия.ру. Также можно поддержать проект обители, отправив на короткий номер 3434 смс со словом «Просители». Через пробел указать сумму пожертвования.